В преддверии начала учебного года в Петропавловске начались секционные совещания учителей. В течение двух дней педагоги будут говорить о повышении качества образования. Ольга Загоруйко продолжит тему. В секционных совещаниях в этом году примут участие около 800 человек. Это учителя, воспитатели, родители, школьников. Открыла секцию для директоров учебных заведений руководитель городского отдела образования. Кульмира Каримова рассказала о работе на предстоящий учебный год. По ее словам, нагрузка на учеников не вырастет. А еще обещает, проблем с школьными книгами не будет. Этот вопрос она рекомендовала взять под личный контроль руководству всех городских школ. Однако перед администрацией учебных заведений сейчас ставят и более глобальные задачи. К примеру, в этом году начальное образование ждут большие перемены. По Казахстану 30 школ в этом году начинают пилотное внедрение, обновление содержания начального образования. Среди этих 30 школ – две школы Североказахстанской области и одна школа города Петропавловска. После обсуждения планов руководители организации образования перешли коучинг-сессии. В таком формате в этом году проходят все секционные совещания. Наша задача – показать директорам школ или научить, есть те, которые уже прошли уровневые курсы, показать, как нужно в школе создавать условия для учителей, которые уже внедряют новые педагогические технологии, прошли уровневые курсы. В другом кабинете уже учителя географии, химии, биологии. Они обсуждают тему развития критического мышления на уроках естественных дисциплин. Лучше всего с технологией знакомы те, кто прошел курсы повышения квалификации по кембриджской программе. Среди них Аяжан Габдулина. В 2013 году я закончила курсы Кембриджского университета, третий уровень. И вот с этого момента, с получения сертификата, я на уроках использую семь модулей, которые мы изучили. И я думаю, что благодаря этой программе качество знаний наших детей будет повышаться. В этом году для диалоговой площадки выбрали среднюю школу номер 7 и городскую классическую гимназию. Секционные совещания будут проходить два дня, а после, 19 августа, состоится традиционная августовская конференция. В ней примут участие руководители всех педропавловских школ. Ольга Загоруйко, Владимир Боровков, Новости МТРК.